Пора. Разрешите мне начать эту панель экономистов. Ну что, может быть у вас, Ашот Агасевич, есть на это еще и другое мнение, и заодно я готов вам предоставить слово и дать возможность высказаться не только по этой тематике. Пожалуйста, слово господину Тавадян. Спасибо, Евгений. Моё выступление не спадает. Так, я думаю, что... Постараюсь, и мне удастся заострить ряд проблем, которые ключевых, причем проблем, которые возникли в Евразийском экономическом союзе. В сложившейся ситуации некоторые статьи договора о Евразийском экономическом союзе приобретают прямо-таки ключевое значение. В первую очередь это, конечно, раздел 13, макроэкономическая политика, раздел 14, валютная политика. Ну, одно название чего стоит, статья 63, договор, основные макроэкономические показатели, определяющие устойчивость экономического развития. И там прямо указано, что инфляция в странах Евразийского экономического союза, это договор, не может наибольшей величине отличаться от минимальной величины инфляции на 5%. Кстати, далеко нам дают мастерские критерии, где это зафиксировано 1,5% всего лишь. Но вот ситуация у нас сейчас такая. Инфляция самая низкая в Армении. Понижение курса в Армении произошло всего на 18%. Вот сравните там, какая ситуация с Россией, какая ситуация, скажем, с Белоруссией. Но дело в том, что сразу же обращаете внимание на то, что ставка рефинансирования у нас находится в разрыве от инфляции. А почему это так у нас происходит? Получается следующее. Значит, если 5%, то Центральный банк России уже может сейчас заявить, что не выполнить вот в статье у 63 договора, то есть разница, поскольку прогнозируется инфляция 12-13%, а у нас 4,5%, то ясно, что разница у нас там получается почти 10 пунктов. И получается, что этот пункт договор Российский Центральный банк не выполняет. Но в чем же тут дело? Виноват лишь Центральный банк России? Нет, конечно. Дело в том, что действительно у нас ведется разнобойная денежно-кредитная политика, причем фактически данная статья договора никак не выполняется. Я просто пару слов скажу об Армении. Вроде бы у нас очень хороший результат, но для того, чтобы удерживать инфляцию на таком низком уровне, она должна быть меньше 5,5%, нам приходится жертвовать очень многими вещами. Почему? Дело в том, что у нас импорт превосходит экспорт в три раза. Вот такая очень фантастическая величина. Если мы не будем удерживать курс, то у нас импортировали товары, сразу повысится величина. Но для того, чтобы вот этого результата добиться, мы резко повысили госдолг. Главновалютные резервы, если в России появились на 22%, то у нас на 35%. Как видим, ставка рефинансирования у нас весьма высока по сравнению с инфляцией. Уровень монетизации самый низкий в странах Евразийского экономического союза. И теряем по экспорту вроде бы Евразийский экономический союз. Мы должны повышать наш логовый оборот, а мы потеряли его почти на четверть. Вот получается такой замкнутый круг. Вроде бы для того, чтобы мы должны развивать экспорт, но для того, чтобы у нас не была инфляция, мы должны держать нашу валюту. И в России, конечно, тоже, наверное, то у нас в коридоре есть, то в коридоре держали рубль, то его сразу же выпустили. И весьма я не совсем уверен, что вот этот курс, который сейчас ложился на рынке, является реальным. И вот это результат того, что вот действительно мы пожертвовали всеми ключевыми показателями в Армении, а в России, с другой стороны, проводится довольно свободный сейчас плавающий курс рубля. И вот у нас получается, что вот данная статья договора не будет уже выполняться. Но и в данной ситуации тут повышается вопрос о взаиморасчетах, особенно по стратегическим товарам. Действительно, это очень важно. Статья 64 договора этого же требует, фактически этого требует. Вопрос двойной конвертации. Вот по Армении у нас, знаете, мы покупаем российский газ и платим его за это, хотя с очень большой, очень большой скидкой. 165 долларов за тысячу губометров, платим за это примерно 1,5 миллиарда, сори, платим 400 миллионов долларов, получаем трансфер на 1,5 миллиарда долларов, причем в основном в российских рублях. И после этого все конвертируется, то есть двойная конвертация происходит. И после этого еще уровень донализации повышается, потому что идет давление на российский рубль уже на бывших России, Евгений, поскольку равновесия тут нет. И получается, что даже в этом случае мы не можем поддержать определенный дисбаланс. И самое главное, тут говорилось о том, что центральные банки никак не заинтересуются. А что им заинтересовалось? Никакой задачи перед ними не ставятся, Евгений. Если бы ставились конкретные задачи, вот давайте, вот такая-то задача, в конце 2016 года по стратегическим товарам надо перейти на российские рубли, они начнут двигаться, у них начнется возникнуть прям стимул эти задачи решать, соответствующие нормативные документы готовить. Так, ну сейчас посмотрите, что у нас происходило с инфляцией. Очень долгое время у нас курс держался, в то время как я в России инфляция достигала 6-7%. Ну в Армении тоже около 5% она была. Ну в этом случае, конечно же, мы получаем, что симулировали экспорт. Я сейчас хочу очень быстренько перейти ко всем системным показателям, ключевым, денежно-кредитной политики. И получается, что следующий аспект, вот эти те задачи, которые мы должны решить, если у вас имеется инфляция 6%, в развитых странах там 1%, то невозможно держать курс на том же уровне. И вот сжатая пружина, кризисная ситуация сразу отжалась с Россией на два раза. А в Армении сразу золотовалютные резервы пошли, так сказать, на одну треть сразу сократились. Следующая у нас задача – это уровень монетизации. Я очень коротко скажу, вот и следующий слайд, просто я его проскочу. Уровень монетизации у нас очень низкий. Ну в России более-менее благополучная ситуация, но есть порог чувствительности. Это показывает мировая практика. Если уровень монетизации меньше 70%, то развивать экономику и развивать торговые отношения между членами Союза весьма сложно. Следующий вопрос – это ставка рефинансирования. Почему-то у нас считается, что вот высокая ставка рефинансирования, мы это посмотрели, что везде она высокая, и почему-то в Казахстане вот так резко на 4 пункта 2 октября поднялись, с 12 до 16%. Вообще резкие движения в экономике, конечно, всегда вредят. Вот это большое замужение, что высокая ставка рефинансирования всегда сдерживает инфляцию, а низкая наоборот. Я просто зачитаю. При высокой процентной ставке, особенно в условиях очень низкой монетизации, формирует следующая причина – следственный цепь. Высокая процентная ставка, еще более высокие банковские процентные ставки, рост себестоимости при остром дефиците собственных средств, и в конце результат инфляции сдерживает, что не способствует местному производству и экспорту. То есть это одномоментный случай. Нельзя все время держать вот такую большую радость. А у нас это делается годами, скажем, в Армении. Инфляция 2-3%, а ставка рефинансирования в очень долгое время выше 10%. Что нужно? Необходим поэтапный переход к тому, чтобы инфляция во всех странах Евразийского экономического союза была меньше 5%. Второе. Необходим, чтобы курс соответствовал инфляции. Инфляция. Если инфляция у вас 10%, а курс не меняется, то здесь у вас будут проблемы. Третье. Монетизация, конечно же, должна перейти 70% уровня. Если эти задачи не будут решены, то все время будут возникать проблемы. Четвертое. Разрыв между инфляцией и ставкой рефинансирования. Очень большой. Кстати, в нашей новой конституции у нас все время ставились основные задачи о тениской инфляции. Сейчас мы еще поставили задачу, чтобы общая финансовая ситуация была стабильная. Это весьма важный фактор. Нельзя один такой важнейший индикатор отрывать и только его регулировать, жертвуя всеми и вся. И пятый пункт чрезвычайно важен. Если есть договор, то его надо обязательно выполнять. При невыполнении договора надо его скорректировать, потому что общая дисциплина в этом случае начинает сильно хромать. Я пару слов просто, если есть время, скажу о важнейшем факторе, о коррупции. Знаете, в чем дело? У нас очень высокий уровень коррупции. Если вы посмотрите на классификацию Transparency International, то только Армения находится, вот здесь я могу, небольшой плюс мы сделали, на 86-м, 94-м месте. А Беларусь, Казахстан, Киргизия все находятся ниже 119-го места. Конечно, тут есть и имеется субъективизм в этой классификации, но с такого уровня инфляции, без серьезной программы совместного решения, без такого уровня коррупции, без серьезной программы совместного решения противодействия коррупции, мы ничего не добьемся. Тут также нужно пройти порог чувствительности, все-таки попасть в 50-60 стран чистых. В этом случае с нами начнут также торговать. И вот я просто поставил лучший сценарий. Конечно, формирование пойдет по лучшему сценарию, если вот ключевые требования договора, вот они сейчас кризисные условия стали ключевыми, раздел 13 и 14, выполнялись. Должно проводиться согласованное, денежно-кредитное, долгово-бюджетное, валютная политика, координации социальные, да и внешние политики, тут чрезвычайно варна. А также, естественно, эффективное противодействие коррупции. Я постарался вложиться в адрес. Вы замечательно успели. Спасибо. Мой акцент был сделан на выполнении именно договорных обязательств, которые зафиксированы и подписаны на самом высоком уровне. Договорные обязательства надо выполнять. Анализ ключевых экономических, в данном случае денежно-кредитных индикаторов, должен проводиться системно, чтобы действительно не платить очень большую цену за очень низкую инфляцию. Спасибо вам большое.